вот сегодня продолжаем опять-таки нашу тему как я обещала мы будем потихоньку изучить изучать продукты питания потому что мы очень часто видимо мы все любим вкусно покушать поэтому часто не вспоминаем вот как бы вопрос уже назрел вот поэтому начнем немножко с новых слов да как мы обычно это делаем и плюс сегодня как и обещала мы будем проходить уже второе склонение множественное число вот соответственно у нас будут новые слова которые именно входят в эту категорию второго склонения мужского рода на начинаем значит так новые слова а у вас андрозен из а у вас это фрукт либо плот да а то есть если мы говорим про какой-то плод который мы сорвали с дерева или там плод наших стараний да мы тоже можем назвать его ауглас да но сути если мы говорим о фруктах если мы говорим картинка которая посередине там где-то написаны слова чтобы она была больше я не знаю я свою картинку вижу во весь экран я не знаю как это сделать я вас не вижу я вижу только свою картинку и она у меня большая как это делается я не курсе там два раза надо окей спасибо за информацию вот дождались это овощ до записали ребята да смотрим что характерно заканчивается на из и в том и в другом то есть это второе склонение мужской род а углы с дар зен из дальше картинка остается та же видите но если мы говорим про яблоки то это будет а волс и а волс это мужской род первое склонение заканчивается на с да это то что мы проходили с вами в прошлый раз очень надеюсь что вы помните если не помните будем повторять нам у нас еще много времени впереди гуртис это окончание из как и положено да скажем так в контексте вот гуртис заканчивается на из да это второе склонение мужской род да да написали нет я не записала записывай пожалуйста да а вовсе облака первое склонение мужской род гуртис огурец второе склонение мужской род да я типа делаю так что у меня получается я столбиками записываю один столбик фрукты другой овощи ну хорошо записали да и ставят дальше и ставят дальше опять фрукты овощи будем верить груша да второе склонение мужской род опять как мы определили потому что заканчивается на из да карту картошка тоже мужской мужской род второе склонение да записали да это мы проходили помните был у нас рутис пути затис это вот сегодня а хорошо предыдущие занятия можно посмотреть в записи на ютюбе да все доступно все можно узнать ребята я иду дальше хорошо давай я вот прям уже по голосу знаю пиши 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 пиш все нет ничего давай поторопись немножечко то у нас еще сегодня так много тем так много всего что прям как всегда все практические работы нами не написаны за все это время все сегодня надо объять там было слово ветка да и по-моему прыгать вот изучим все это обязательно просто сегодня пока что второе склонение хорошо просто чтобы не отклонялись от темы потому что если я начну сейчас тоже прыгать то наверное будет не очень хорошо у нас у вас тогда не отложится все это в памяти хотелось бы чтобы сложилось эмири ты записала иду дальше да отлично спасибо теперь ребята помните мы изучали сами времена года зима весна лето осень кто-нибудь мне скажет какое из этих времен года принадлежит у нас ко второму склонению мужскому роду павосари ай молодец павосарис да кто мне сказал руданс полина ай молодец а значит смотрите ребята руданс не смотря на то что она заканчивается просто на с это слово исключение оно склоняется это девочка руданс это мальчик есть еще слово похоже на руданс это уданс уданс да и уданс тоже склоняется так же как и руданс это тоже второе склонение мужской род и уданс мы проходили по моему в прошлый раз разве нет нам был стакан с водой да и уданс значит так павосарис и руданс да запоминаем это второе склонение мужской род несмотря на то что руданс заканчивается на букву с от первое склонение да не путаемся дальше миссис а это наверно тоже наши так давайте там получается по часовой стрелке мне наверно месяца тоже не надо потому что у меня дом ну я 4 а класс да и у тебя наверно куча шпаргалок дома всякие календарики записки плакаты да нет нет мы уже делали календарь по латышски просто отлично но сейчас вы будете мне определять второе склонение я знаю просто наизуне а павосарис это лето павосарис это весна а васарис это лето да так это весна записали зима это зима да да ну зима созвучна с русским языком на самом деле да 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 я записала а руданс это лето у нас руданс это осень видишь все желтенькими листьями вон пожелтела вон белки наверно орехи заготавливают а просто в Таиланде живу уже было как это все выглядит понятно не помню так я иду дальше да ребята я да отлично теперь смотрите месяца месяца расположены в точно таком же порядке как у меня там были приведены времена года это соответственно я так условно обозначила вот зима это на снежинке смотрим наши месяца я начинаю с нижнего левого угла да значит так дэцембрист дэцембрист это декабрь созвучно с русским языком запомнить должно быть достаточно легко скажите мне пожалуйста какой это род какое это склонение может быть склонение склонение мужского рода ай молодцы потому что поднимайте ручку когда вы хотите ответить ручку поднимайте вас много чтобы друг друга не перебивали спасибо что ты говоришь да значит так дэцембрист смотрим второе склонение мужской род спасибо тому мальчику которым не ответил вот значит дальше январис смотрим ситуация повторяется окончание из второе склонение мужской род я феврюарис то же самое второе склонение мужской род все заканчивается на из окончание из посмотрели записали или не записали не знаю наверное нет пока что нет пока что нет нет хорошо нет ну жаль но ничего да а я это возьму и хорошо ребята давайте я потихонечку буду идти дальше да вы записываете окей картинка где у нас нарисованы подснежники видите подснежники у нас когда расцветают весной правильно значит мы проходим дальше весенние месяцы павосарис павосарис второе склонение мужской род вот вот но в это весной у нас всего лишь один месяц мужского склонения все заговорилась короче вы меня поняли вот мужского рода вот второе склонение априлы да окончание из что касается лето лето у нас самого лета на женского рода все месяца у них мужского рода первое склонение короче лето нам не интересно сегодня оно оно не с нами вот далее у нас идет осень желтый желтый листик новый а вот август это же по моему не второе склонение нет 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 так я и говорю лето нам не интересно оно сегодня не в нашу тему то есть это мужской род первое склонение такое же как и тефс цилвакс вот это бэнс то что мы проходили в прошлый раз да вспоминаем первое склонение пермодеклинации мы проходили так вот эти все слова будут относиться к первому склонению а мне повезло на день рождения прямо перед первым сентября буквально за месяц отлично прикольно самый шашлык и море так а у меня вообще-то весной отлично у меня тоже весной так дальше сентябрь октябрь ноябрь да тут опять у нас получается и время года у нас мужского рода второго склонения то есть интересное нам сегодня да то что мы изучаем и месяца у нас тоже заканчивается на из то есть они тоже мужского рода второго склонения так ребята записали да нет я это просто вырежу да хорошо я иду дальше вспоминаю мужской род опять венская да единственное число первое склонение второе склонение третье склонение единственного числа сегодня мы проходим то что заканчивается на из и вот такие окончания она имеет при когда мы их как бы склоняем по падежам первое склонение проходили еще раз возвращаясь обратно да в прошлый раз и вот например летние месяцы которые вы мне спрашивали юный с юлой с август да они все заканчиваются на буковку с это фирма адеквинация первое склонение да сегодня у нас отра адеквинация второе склонение здесь указано в последнем столбце множественное число а у меня у нас я не могу перебью но у нас в школе надо было выучить все деклинации в итоге да их так или иначе их придется заучить потому что иначе речь будет ставиться неграмотно вот чем удобно у нас первое второе третье склонение множественного числа тем что оно все как бы одинаково по большому счету да то есть все окончания одинаковые иду дальше теперь у нас практическая работа вы теперь можете поднимать ручки и спрашивать и то есть отвечать наоборот по одному склонять мне слова кто начнет я я я я я я все никита и варвара первых кого увидела давайте сейчас 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 суклыс да теперь расскажи мне что такое суклыс не помню не знаю мы у нас было предложение про губку боба суклыс это губка да да ой что это такое трогнула рука так хорошо дальше чего нету смотрим сукла сукля да мягко надо говорить сукля да дальше суклы губки так дальше ко суклы да что я взял губку суклы да да суклы да я мою стол кем чем ну формально да суклы да дальше суклы да спасибо так теперь множественное число э э сейчас а суклы сукли да когда их много тогда они мягенькая да как бы так же как бралась и брали суклю 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 губок чего нету да а сукли лин молодец сукл сукл суклюз 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 some суклюз Что такое Путис? Расскажи мне, пожалуйста. Нет, Пути. Это цветок. А Путис? А, это дракон. Ага. Разница, да? Окончание меняется, сразу смысл другой. Заметили, да, ребята? Путис. 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 Путя. Путя. Да, дракона нет. Путим. Пути. Да. Пути. Да. Пути. Да. Дальше множественное число. Пути. Пути, да. Ой. Путю. Путю. Ребята, извините, пожалуйста, перебью немножко. Обратите внимание, когда мы говорим в русском языке, у нас есть имя прилагательное. Да, то есть мы когда говорим, например, кому-то что-то принадлежит, да, то есть чей дом, там, бабушкин дом, или иногда оно звучит тоже не, ну, как имя прилагательное может звучать, да. Например, драконий дом, да, ну, по сути он чей, а в латышском языке это будет ка, да, то есть кого-чего, да, родительный падеж, имейте в виду, да, то есть если мы говорим, например, драконий дом, да, то путю мая, или там дом гномов, да, рутю мая, да, ка, да. Извини, пожалуйста, что перебила. Дальше, ка. Путю. Путем, да. Продолжаешь? Давай, ка. Путюс. Путюс, да, видишь тут у с окончанием. Хорошо. Арпутем. Арпутем, да. Путюс. Умничка, спасибо большое. Так, сейчас я еще посмотрю, кто. Кто, кто ответил, можете опускать ручку, да, Ксения Директоренко. Култа, 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 култа. А, там еще будет, сейчас вот Ксюша ответит, и ты следующий. Еще осталось, не переживай. Это Ярослав. Затис. Да-да-да, хорошо. Заяц, молодец. Затис. Да. Затя. Затя, да. Затин. Затий. Арзачи. Арзачи. Затий, просто, да, без арк уже. Затин. Затин. Затем. Затюс. Затя. Арзай. Стен. Затес. Да, спасибо, молодец. Так, Ярослав. Гулбис. А, смотри, какое коварное слово. Что означает гулбис? Типичная ошибка. Знаешь, почему? Потому что созвучно со словом голубь на русском языке, на самом деле, это лебедь. Лебедь? Да. Затюс. Напиши. Вот, да, то есть, вот тут подвох, потому что нам кажется, что очень много созвучных слов, да, но балодис – это голубь, а гулбис – это лебедь. А гулбис – это лебедь. Все наоборот. То есть, казалось бы, созвучнее было бы, но не тут-то было. Вот. Поэтому не путайте. Гулбис – это лебедь. Это красивая птица на воде с большими красивыми белыми крыльями. Ну, либо черная. Черный голубец. Ой, лебеди тоже бывают. Я уже сама заговариваюсь. Лебедь, да, ребята? А можно ли я буду с ночи? Сейчас Ярослав мне ответит, а потом по очереди все. Только вы ручку поднимайте, я тогда вижу, я буду вас вызывать, хорошо? Хорошо. Ярослав, давай, гулбис, рассказывай мне. Гулбис. Да. Гулбис. Следующая. Гулбя. Гулбя. Кам. Гулбия. Гулбим. Гулбим. Ко. Гулбия. Гулби. Да, первый столбик, смотри. Гулбис. Арко, ар. Гулбис. Аргулби. Ой, не туда написала. Ты видишь первый столбик? Мы по первому столбику ориентируемся окончанием. Да? Кур. Да. Гулби. Да. Молодец. Теперь множественное число, пожалуйста, мне. Гулби. Гулби. Да. Гулби. Гулбияс. Гулбью. Видишь? А, понял? Да. Гулби. Гулби. Гулбюс. Гулбюс. Коварное слово попалось. А. У. Л. Б. Гулбюс. То есть вот в этом слове, да, для того, чтобы лучше звучало, вот эту йод буковку добавляю, да? Й. Гулбьем. Не гулбем, а гулбьем. Да. Да. И здесь будет что? Гулбь. Йос. Гулбьёс. Не-то. Так. Хорошо. Кому я ещё обещала? А. Так. Вот вижу, Сабрина ручку поднимает. Кто-то, если хочет, поднимайте ручку обязательно, да? Ребята. Сабрина. Звирблась. Очень мощная птица, очень грозно звучит. Кто такая? Как переводится слово «звирблась»? Воробей. Воробей. Воробей, да. Так, давай. Алло, я тебя не слышу. Звикаус. Звикаус. Что-что-что? А, что? Воробей. Вроде бы. Звирблась. Ты мне будешь склонять? Это единственное число. Звиргус. Звирдец. Уэс. Звирбуля. Дальше. Да? Смотри, пожалуйста, первый столбик. Да? И потом окончание. Звирблым. Звирбулы. Нет, звирбулы. Посмотри, окончание. Да. Дальше. Звирбулы. 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 Это с воробьем или кем-чем воробьем. Да? Звирбулы. Посмотрел. Не знаю, последний. Звирбулы. Звирбулы. Смотри, первый столбик, там, где единственное число. То есть здесь единственное число, и здесь единственное число. По сути, корень ты берешь как есть, окончание у нас из. И вот этот из, то есть звирбул остается, а все остальное мы берем отсюда. Да? По сути. То есть мы учимся сейчас изменять падежи, да? Это как вот лес, леса, лесу, там, ну, как на русском языке, да? То есть тут по аналогии в латышском языке есть то же самое. Да? Окей. Дальше. Множественное число. Я не буду. Только первая могла. А? Только первая могла. Я больше не буду. Не получается. Давай вместе. Звирбулы. Это много. Воробьев. Звирбул. Так, кого чего? Звирбул. Эл. Лю, да? Звирбулю. Так, кого нет? Воробьев. Дальше. Звирбулы. Звирбул. Звирбулем, да? Ем. Окончание, да? Звирбул. Люс, да? Звирбул. Арзвирбуем. Да, арзвирбулем. Ос. Звирбуллос. Звирбуллос, да? Да? Помню я. Поняла? Да, спасибо. Да, хорошо, отлично, умничка. Так. Да, айпад. Кто у нас айпад? Айпад, как тебя зовут? Говори. Эва. Эва, давай. Что такое руденс? Ой, мы сегодня проходили это слово. Это осень. Молодец. Ты хорошо слушала урок. Давай. Руденец. Руденс. Нет, солнце оставляется. Остается. Да, это слово исключение. Да. То самое товарное и сложное. Давай. Рудене. Рудене. Рудене, да? В лоцешком языке будет произносить мягко, да? Рудене. Рудене. Молодец. Рудене. Рудене, да. Рудене. Рудене, да. Да, то есть, например, осенью мы идем за грибами. Рудене, месь, эям, се, ньот. Вы уже эти слова все знаете, точно. И осенью, и мы, и идем, и собирать грибы тоже. Давай во множественном числе теперь. Рудене. Рудене, да? Их много. Да, второй столбик теперь, пожалуйста, смотри, да? Корень остается, окончание мы меняем. Давай, дальше. Рудене. Рудене, да. Рудене. Рудене, да. Рудене, да. Да. Рудене. Рудене, да. Рудене. 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 Да, но это можно сказать, вот образно говоря, что если мы говорим, что каждую осень или типа, ну да, в русском языке вообще так не говорят, но если мы имеем в виду, что вот чуть ли не каждую осень мы ездим к бабушке там за грибами, да, собирать грибы, да, то То есть именно вот имеется в виду, что действительно каждую осень вы это делаете, то есть это не одна осень, а это на протяжении нескольких лет. Тогда вот можно, ну как бы такая форма слова, она не является неправильной в латышском языке, да. Так, дальше, спасибо. Так, Ярослав, ты у меня так тянешь руку активно, давай. Что такое павосарис? Весна. Ай, молодец, ты тоже участвовал сегодня. Дальше. Пара. Павосара, да. Павосарин. Павосарин, да. Павосарин. 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 Павосарин, да. Павосарин. Так. Дальше, когда их много? Вес. Павосары. Павосарин. Павосару. Павосару, да. Павосарин. Павосарин, да. Павосарус. Павосару, да. Так, ну что, у нас еще остался овощ, фрукт, остались огурец и груша. Мы можем их оставить для домашней работы, если вы хотите, просто посмотрите дома. Я не отвечала. Кто это, Кира? Да. Отвечай, только у меня единственная ручка, я твою не вижу ручку. У меня вроде поднятая ручка. У Киры поднятая ручка. Серьезно, у меня почему-то не посвящено. А, вот теперь да, вижу, странно. Извини, пожалуйста. Так, хорошо. А, у вас это что такое? Ауглис, по-моему, ухо. Фрукт. Там, где было яблочко сегодня, да, фрукт. Да, просто я перепутала. Фрукт, либо плод, да, плод тоже ауглис. Даже, кстати, когда вот говорят про малыша, да, когда он растет вот в маме внутри, в животике, да, он тоже как бы, ну, с точки зрения медицины, он является плодом, да, и про него тоже можно сказать ауглис, да. То есть, ну, так, ну, на самом деле это медицинский термин в том числе, да, то есть вот там в женщине вот растет плод, да, вот этот плод, ну, имеется в виду малыш, да, он тоже ауглис будет. То есть, ну, такое слово. Хорошо. Давайте, ауглис. Ауглис. Да. Аугля. Ай, молодец, даже мягко мне сказала. Молодец. Ауглим. Ауглим. Здесь уже будет грубо. Аугли. Аугли, да. Аугли. Аугли. Аугли, да. Аугли. Ах, множественное число. Аугли. Аугли, да, вот здесь будет уже мягко. Аугли. Ауглю. Ауглю, да. Теперь будет мягко. Чего? Плодов нет, да. Ауглю. Ауглим. Ауглем. М, да. Ауглем, да. Ауглюс. Ауглюс, да. Ауглим. Ауглим, да. Ауглим. Ауглим. Ауглос. Ауглос, да. Да, например, в латышском языке слово витамины, ну, как бы витамины, это вообще международное слово, как Coca-Cola, да, она на всех языках одинаково звучит. Вот, и, например, если мы говорим в фруктах много витаминов, да, то мы говорим ауглиос и рдаутс витамину, да, то есть где, в чем место, да. Так, хорошо. Так, ребята, кто-то мне еще хочет ответить? Или мы уже дальше побежим? Да, я бы хотела ответить. Так, Варвара. Давай. Да, Арзенесь. Да. Да, Арзенесь. А, у меня тут две Варвары. А. Нет, та, которая одна, которая без Никиты. Да, вот одна Варвара. Так, давай, Арзенесь, да. Да, так, Арзенесь. Что такое Арзенесь, расскажи мне. Это я, овощ, кажется. Овощ, молодец, да. Так, чего нет? Арзеня. Арзеним. Арзеним, да. Арзеный. Арзеный, да. Что ты берешь? Я беру овощ. Арзеный. Ко. Ардарзеный. Ардарзеный. Да. Арзеный. Да, молодец. Что? По множественным числе теперь. Овощи. Арзеный. Арзеный. Да. Ой, что я написала, кошмар какой-то. Вот. Чего нет? Овощей. Арзеню. Арзеню. Арзенем. Арзенем. Арзенюс. Арзенюс. Ардарзенем. Арзенем. Арзенем, да. Арзенюс. 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 Например, если мы хотим сказать, мама варит овощной суп, да, вот, кстати, к примеру, имя прилагательное, какой, да, в русском языке. Но в латышском языке это как бы кому принадлежит, кого, чего, кого, вещь, чего, вещь, да, условно говоря. Вот. И тогда мама варит, мама вара, дарзеню зупу, да, мама варит овощной суп. То есть смотрим, это деми тыс, родительный падеж, кого, чего, да, мама вара, дарзеню зупу, да. Так, ребята, предлагаю это пропустить и продолжить, потому что, ну, дальше, потому что у нас на самом деле очень много всего. Либо мы можем сделать так, что сегодня мы на этом закончим. Потом вы, если хотите, можете назвать мне свои предложения. Но в следующий раз мы пройдем практическую работу, которую я подготовила. Как мы сделаем? Предложение. Хорошо, тогда давайте мы сейчас сделаем предложение. Огурец, грушу мы пройдем в предыдущий раз. Можно? Практически. Да, сейчас. Вот, вот этот мой слайд. Кира, да, мне там говорит первое. Да, у меня целых два предложения уже. Давай, да, давай. Первое. Новые слова есть. Она называют... Лила земля посвятаку И... 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 Поздравляю. Ад... И грёте, и легантий, Из... Ро... Поттер. Изротат. большая рождественская елочка элегантно раскрашена ну не раскрашена украшена извините что скажи мне пожалуйста на русском я покупаю овощи а эсперку эсперку я покупаю так занес до слова покупать мне кажется я может быть не проходили не не помню возьму в прошлый раз там проходили по моему мне сказал мне кажется мы его как-то упоминали но я не помню давала ли я табличку там где мы его спрягали вот этого я не помню я посмотрю все у тебя скажи пожалуйста хорошо так сабрина а мы сейчас что делаем предложение предлагаем что надо чтобы ты думала какое-нибудь предложение со словами которые мы уже проходили но задача состоит в том что тебя должна быть правильная форма глаголов и правильная форма имен существительных да то есть для того чтобы у вас вот этот был навык правильного формирования предложения так хорошо ты можешь подумать а я тебя потом спрошу хорошо если хочешь так ксюша директоренко я ее первый вижу списке ксюша отвечай я пью виноградный сок мне кажется этого слова у нас не было и винограда у нас тоже не было это же пить я у вас спрашивала что такое пить возможно я просто я посмотрю вот эту табличку да то есть спрягали мы его либо не спрягали потому что в латышском языке вот как бы парадокс состоит в том что казалось бы есть вот эти основные три спряжения и в каждом спряжении по 150 исключений они очень сложные их надо либо слышать постоянно чтобы они на слуху были тогда ты будешь понимать да либо либо как-то зазубривать что мне вообще не представляется возможным то есть там сложно действительно при том говорят но есть же правило но как бы правило поддается вот если пять слов из и 150 поддается до этому правилу тоже правил потому что все остальное исключение но там но это я конечно так утрирую прям слишком при преувеличиваю да действительно сложно с глаголами вот поэтому я посмотрю и мы попытаемся еще раз пройти хорошо ребята так чтобы не было что вот у вас прям сюрприз сюрприз так ксюша ты ответила мне все опускай ручку солнца вера так я сейчас всех спрошу ребят всех спрошу вера отвечай будешь отвечать а а а гатрокас а гатрокас мыть руки да или ты моешь руки или мама моет руки кто моет руки или просто ты так мойте руки и все или это приказ просто просто гатрокас просто просто мыть руки да да ладно пусть будет слова руки на самом и не было да я поставлю восклицательный знак это как будто бы мама ругается типа мыть руки да ну тогда это годится тогда это как бы предложение так опускай руку кто еще у меня хочет вот здесь сейчас варес 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 а я поняла у меня почему перелеснулась и я не вижу всех все ли я вот мальчик у меня ли я или илья это я я николас николас здравствуйте можно потом я а отвечает есть у тебя предложение а эту ау плюс молодец красивая сейчас сейчас николас все с твоей стороны я молодец хорошо опускай ручку так и ручка ты мне отвечала солнце давай я дам тем кто не отвечал хорошо эво эво мне сейчас я всех по очереди вызову эво man 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 димит да мне нравится рисовать мы проходили слово глаз нот так, спасибо дальше ярослав можно я ура мана саула как будет свечи светит вечно манасауэспит манасауэспит ты тут можешь сказать либо вечно это может быть мужики либо безголы и типа бесконечное светило можно сказать и так и так то есть галф это конец без это без да без как бы светит без конца бесконечно да мне кажется слово спит мы изучали до спит я говорила связь на спосе спит предложение я тоже помню что было это слово и мы по моему даже спригали там у нас как бы все все записано так дальше посмотрю кто еще мне не отвечал так ярослав опускай ручку так теперь у меня кира осталась до кира у меня опущены а тебя опущена а мне казалось что ты хотела что-то ответить была мария но она похоже вышла я надеюсь не обиделась как стремия директоренка ксюш как будет клубника а ты хочешь сказать что ты кушаешь клубничный торт или ешь клубнику из торта выколупываешь хорошо за меню а вот чего торты хорошо это мы тоже сейчас выучим так ребята наверное у нас уже время подходит к концу всем большое спасибо за внимание вот я еще не дописал ну ты же видишь мой экран а подожди мой экран там с этим а я вышлю эту презентацию обязательно родителям да то есть все это будет не переживайте вот сабрина ты что-то хотел спросить у некоторых сзади что-то там есть ой я не знаю честно я тоже все что есть сзади все показы я тогда вышлю родителям в телеграме как обычно видеозапись вы тоже видите на на ютюбе да соответственно фейсбуке тоже можно спросить у администраторов всю запись это вы знаете ребята да то есть до следующего раза спасибо вам большое вы большие молодцы сегодня активно можно просто спросить я хотела спросить что они не сделали они на нам заданы на дом или это просто не 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 я надо мне задаю потому что все равно вы мне не сможете все прислать и не смогу все проверить задача состоит в том что мы будем все это проходить на уроке да то есть то что мы сегодня не сделали мы просто перенесем на следующий раз да то есть сегодня что успели то успели потом пойдем дальше у нас нет никакой спешки ничего мы учим латышский для себя а не для того чтобы учиться нам хорошую оценку поставила да понимаешь да немножко другая цель да все поэтому не переживаем следующий раз я это все вам обязательно дам мы обязательно все посмотрим да все ребята пока 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 а